Вот об СБУ. Я знаю, что они вам недавно очень помогли. Об этом там были сообщения и так далее. Про замах на Дмитра Гордона. Писали все СМИ. И там фигурировал какой-то бывший депутат, который там возглавлял это всё. А можно сказать в эфире, кто это? Или нельзя, Дима? Наташа, значит, во-первых, я хочу сказать, что Россия охотится за мной давно. Первые признаки этого, конкретные признаки, не просто там, конкретные признаки появились в 2018 году, когда тогдашний голова СБУ генерал Грицак впервые уже открыл дело по терроризму в отношении меня со стороны Российской Федерации. И тогда же меня начала охранять группа Альфа. Это ещё 2018 год. Мне выделило государство охрану. Они работали и работают по мне постоянно. Это они пытались меня дискредитировать. А кто всё время вот этим занимался? Подонок Шарий со своей подонком-женой, русские два агента. Подонок Семченко, который оказался русским агентом и сбежал в Россию. А кто это Семченко? А у него огромный канал, его заблокировал Ютуб. Был огромный канал, такой в очках тёмных, как Паниковский. Господи, помыло, не всех я знаю, оказывается. Подонок Вакаров такой, который у Соловьёва до сих пор выступает под видом эксперта с Украины. Это всё ФСБшники. Я уже не говорю о Соловьёве, то всё понятно. Этим занимались... Собчак вас очень любит. Нет-нет, да и вспомнит. Как-то она так неравнодушна к вам. Может, влюбилась, не знаю. Это всё мелко. Я о глобальном говорю. Но она в вашем вкусе, Дима, или не в вашем всё-таки? Нет, она в вкусе своему мужа... Как его фамилия? Константин, скажите, Богомолов. Богомолов. Да, это фашист, кстати. Этот Богомолов на поверку оказался ещё одним типичным русским фашистом. Фашик чистый. Я не об этом. Я о том, что... Естественно, они меня хотят убить. Потому что Путин отдал приказ. Я об этом говорю не потому, что я фантазирую и набиваю себе цену. Я говорю о том, что я это знаю. Это знает наша служба безопасности Украины. Я хочу поблагодарить службу безопасности Украины. Лично генерала Малюка Василия Васильевича. Я хочу поблагодарить контрразведку СБУ за то, что они сорвали убийство моё, которое планировали засланные сюда элитные ФСБшники по приказу Путина. Они проникли сюда и... Ну, давайте я не буду рассказывать, как они хотели это сделать. Я всё знаю это. Я видел их признание. Я видел много чего. Это страшная история довольно-таки. Но у меня нервы крепкие. Там несколько видов было... Несколько вариантов моего уничтожения. Я нахожусь под охраной государства. Я вынужден не жить дома, к сожалению, а менять постоянно места своего пребывания. Вы просили назвать фамилию депутата, который занимался по заданию ФСБ моей физической ликвидацией. Я вам назову эту фамилию. Это бывший депутат Верховной Рады до 2014 года от партии регионов. Фамилия его Грушевский. Этот чёрт... Я не помню, кто это. Я сам не знал, кто это, пока не увидел. Этот ФСБшный чёрт занимался всеми вопросами по корректировке ФСБшников, по выяснению, не буду говорить чего, кто лично участвовал. Он сидит. Вся эта группа работала, у них были распределены роли. Их всех взяли на горячем. Их всех документировали, их всех вели. Вот, поэтому служба безопасности у нас работает очень эффективно. У нас никогда не было такой службы безопасности, как сейчас. Никогда. Поэтому постоянная опасность для меня... Ну, я к этому готов. И государство к этому готово. Ну, такой же день не позови дождь, Дима. Ну, что делать? Берегите себя. Я ещё хочу вам сказать, что если украинская СБУ занимается, например, морскими дронами, да, за что низкий поклон, это было ещё круто. Сейчас скажу, чем занимается, кроме всего прочего, ФСБ, да, кроме того, что готовят убийства, отравления и так далее. Вот, недавно было расследование, как они убивали Навального уже окончательно. Но вот я тут прочитала замечательную историю про то, что Алла, Борисовна и Галкин хотели к себе, там, где они сейчас живут, да, в Израиле, антиквариат забрать из России. Была наложена лапа ФСБшников. Они там, типа, короче, они были готовы только отдать это за откат в 50%. Вот чем они занимаются. Ну, то есть грабят. Мы удивляемся, что российская армия грабит в Украине. Они мародерствуют по всем направлениям, о ком бы ни шла речь. Мародерствуют правительство, мародерствует ФСБ, мародерствует армия, а губернаторы на местах. Это же страна мародеров просто. Бляди. Сэр. Да. Тут вспоминается старый анекдот на эту тему. Так оно и есть. Так оно и есть, но и еще как бы моя любимая тема с вами для обсуждения это культурка, скрепы. Там, конечно, совершенно создаются параллельная реальность, но вот я бы сегодня посмотрела список из 79 артистов, которые запрещены вообще, так сказать, рекламным агентствам запрещено с ними работать. Я думаю, теперь будут запрещены концерты и все остальное. В России, да? Да, в России. Это довольно большой список. Я вам сейчас скажу, ну, например, о ком идет речь, потому что я себе здесь даже выписывала это, хотела с вами поговорить на эту тему. Ну, практически весь разговорный жанр от белого, который уехал от Руслана, заканчивая там всеми этими, так сказать, стендаперами, ну и плюс гуфы все эти и так далее, и так далее. То есть остались для, так сказать, для показа только Шаман, Киркоров и Кинокандалаки. Все остальные, практически 80 человек, все одни там и коллективы известные, даже часть коллективов иностранных, вроде группы Металлика, все запрещены. Вы знаете, меня меньше всего беспокоит то, каких артистов будет потреблять это быдло. Честно. Меня беспокоит, знаете что, сколько у нас будет оружия для того, чтобы мы быстрее победили. Меня беспокоит, как уменьшить потери, чтобы как можно меньше наших ребят погибало. Вот это. А кого они будут слушать? Вы знаете, кого не слушай, на них это не производит никакого впечатления и в результате не дает влияния никакого. Ну и что, что у них была великая культура? Что она дала? Ну что дало наличие Чайковского, Достоевского или Пушкина для человечения этого стада? Вот что оно дало? Ну сказал же Ронянский, культура не справилась. Я же видел этих пленных. Вот я был в лагерях для пленных русских. Я с ними общался. Но это бездуховная быдло масса с совершенно стеклянными тупыми глазами. И при чем тут к ней Чайковский и Достоевский? Пушкин и Блок. Какое влияние? Я думаю, что они не слышали никогда ни Чайковского и Достоевского не читали. Великая русская культура. Что она дала для очеловечения простых россиян? Как оказалось, ничего. А что она дала для очеловечивания Путина? Ничего. Чувак угрохал миллион русских и украинцев. И, наверное, еще и спит нормально. Я думаю, что он не сильно потреблял эту культуру, честно говоря. Он не мог ее не потреблять. Даже работая в мэрии Ленинграда, он не мог ее не потреблять. Он наверняка водил гостей Питера на концерты. Водил в галереи, в Эрмитаж, куда угодно. Но я точно знаю, что он водил короля, тогда принца Чарльза, водил в Эрмитаж. Что это дало Путину? Просмотр этого великого искусства мирового. Кстати говоря, в Эрмитаже, насколько я знаю, подавляющее большинство картин не являются подлинниками. Подлинники находятся в частных коллекциях. Распродано все. Но эта тенденция началась еще со времен бандитского Петербурга. Они уже тогда этим занимались, поэтому... Еще в советское время, поверьте. Именно Путин и его команда создали систему и Собчак, не побоимся этого слова, которого, мне кажется, излишне героизировали. Он тоже был бизнесюк и тоже был КГБшник. Поэтому, собственно говоря... Собчак был очень умный человек. Одно другого не случилось. Краснобай образованный человек. Но Собчак, конечно же, был завербован КГБ СССР, о чем мне рассказал бывший начальник Путина, начальник контрразведки КГБ СССР, генерал Калугин, который справил 90 лет в США, где он живет, с 95-го, по-моему, года. Я сделал с ним, кстати, интервью, это уже второе наше интервью, я с ним делал интервью в Нью-Йорке в свое время, он приехал ко мне, он в Вашингтоне живет, а сейчас просто мы сделали интервью в его день рождения прямо в ресторане, где он отмечал праздник. 90 лет. Дим, вот у меня все, если бы я разговаривал с Калугиной, мне бы ему задало только один вопрос. Конечно, он все знал о Путине, конечно, он возглавлял... Не знал о Путине, он же возглавлял КГБ Ленинградской области, когда он работал Семчаком Путин. Он был первым замом начальника КГБ по Ленинграду и области. Ну вот, не мог не знать, чем занимается советник мэра. Поэтому мне даже говорил один человек, вы его тоже знаете, что была некая пленка, которая компрометировала Путина, чем он занимался, там всякие педофильские истории, еще из Дрездена. И она была у Калугина. И он в свое время предлагал эту пленку Гусинскому. Но Гусинский побоялся это показать. А куда сейчас это делось? Почему бы сейчас этого не показать? Я не знаю про эту пленку ничего. Генерал Калугин наоборот говорил мне, что ему ничего не известно о сексуальных отклонениях Путина. Он сказал, что об этом заговорил первым майор Литвиненко, который был уничтожен с помощью яда. Нет, он не знает. Он мне сказал, что он ничего не знает по этому поводу. Ну, я думаю, что через какое-то время мы много узнаем, кто что знал, кто чего не знал. Так или иначе, все тайное рано или поздно становится явным. Просто жалко, что иногда поздно. Хотелось бы пораньше. поздно. Да, поздно. Это тоже тема для разговора. Интересно, что я думаю, что может быть иногда нечистая совесть, знаете, она способствует хорошей физической форме. Познер в 90 лет прекрасно выглядит, в отличной форме и прекрасно себя чувствует, будучи, мягко говоря, о нехорошем человеке. Вы знаете, какая у нас беда? У меня, в частности. Я идеализировал людей часто. Иногда и до сих пор это делаю. Мы все этим грешим. Мы все этим грешим. Вот, казалось, Познер, какой светоч мыслей. Он умный очень. Что? Он умный, образованный человек. Он один из лучших журналистов. Я же справедливо всегда стараюсь говорить. Я говорю, как думаю. А думаю я, что он блестящий журналист, который умеет держать внимание аудитории, на него в его 90 лет приятно смотреть, даже когда он слушает сописедника. Это редкость. Он не вызывает отвращения, он вызывает заинтересованный взгляд. Ты смотришь на его глаза, ты смотришь на его руки, на его мимику, на его жесты. Он интересен в свои 90 лет, он притягивает внимание. Это попробуйте так. Попробуйте в 30 лет быть интересным. Мало у кого получится. Но... Это не вопрос возраста, а вопрос харизмы. если вы харизматичны, вы и в 80 будете харизматичны. Если вы нет, то и в 18 нет. Понимаете? Поэтому этот человек, который является гражданином США и Франции, у которого папа был разведчиком КГБ, это человек... Это человек всю жизнь работал с комитетом государственной безопасности и является их частью. А мы хотим от Познера, чтобы он осудил войну, чтобы он сказал, что Путин фашист, война несправедлива, желаю победы Украине. Как он может это сделать, если он всю жизнь работал на КГБ, если он и есть КГБ. Просто КГБ же создаёт и ФСБ различные проекты. Они создают таких милых, очаровательных, типа либеральных ведущих. Они создают таких оппозиционных жириновских. Они разные вещи создают. В этом же заключается работа спецслужб. А мы думаем, вот, наверное, он... Мне рассказывал один генерал КГБ в отставке, говорит, когда я смотрел, как наш агент Станкевич, который стал замом мэра Москвы, по кличке Феликс, снимает с постамента Дзержинского, я думал, вот это да, Феликс снимает Феликса, дожились. Понимаете? Поэтому... Да, да, нет, но жизнь, знаете, Господь иногда бывает очень остроумно. В этом списке забаненных, так сказать, артистов есть Ваня Урган, друг Познер, а Познера там нет. И сказка ложь, давний намек. Добрый год. Я вам скажу, я вам скажу, без того, что я сейчас назову источником, у меня хороший источник есть, Познер себя так по-скотски повел по отношению к Урганту, просто невероятно. Ургант охерел от неожиданности, он не ожидал от Познера такого. Познер циничный, циничный человек, может, потому и дожил до 90 лет и так хорошо выглядит. Может, не надо брать, близко принимать какие-то вещи к сердцу? Тяжелого в голову, вернее, не надо брать, как там говорят, тяжелого в руки и что-то там в голову, понимаете, наверное, это про Познера. Хотя, мне кажется, знаете, когда человек не умирает от голода под забором, все-таки имеет столько паспортов и достаточно богат, боятся сказать свое мнение в 90 лет о том, что происходит в мире, это такая гадкая и незавидная судьба. Вы знаете, я сейчас вспомнил замечательный человек, Михаил Давыдович Суркис, отец Григория Игоря Суркисов, который прожил 101 год в полном уме, в полной ясности ума, с таким чувством юмора, с таким грандиозным вообще пониманием всего, что происходит, он же был невропатологом, причем принимал, по-моему, до 85 лет пациентов, и когда я его спросил, Михаил Давыдович, ну как вам удается в таком возрасте, во-первых, дожить до такого возраста, во-вторых, таким быть светлым, таким, с ясным умом, таким и так далее, он мне сказал, я никогда не принимал близко к сердцу какие-то проблемы, я никогда старался не нервничать, вот я смотрю на Игоря, на Гришу, вот они переживают, нервничают, зачем, не надо, но он философом был, конечно, умницей большой, вот потрясающий человек был, потрясающий. Ну, кстати говоря, недавно ушёл, да, действительно, до большого счастья прожить с чистой совестью и в хорошем состоянии здоровья до такого возраста. На свой 100-летний юбилей, когда ему было 100 лет, он танцевал с моей дочерью маленькой, целый вечер простоял на ногах практически и сказал в своём тосте замечательные слова, он сказал, вот я дожил до 100 лет, и так много людей собралось меня поздравить, большинство из них я не знаю, он сказал, их пригласили мои дети, ой, какой человек был потрясающий.